ДОМ ХЛЕБА Домашние группы, они просто изначально являлись основой, структурой Первопостольской Церкви. Библия нам говорит, Диане, что церковь, она собиралась в храме, и они собирались по домам. По наших подсчетах около 500 людей, они посещают домашние группы. Основная масса домашних групп проходит на русском языке, но процентов 20 общается на английском языке. Домашняя группа – это самая эффективная и благоприятная почва, чтобы все четыре плода, они были пожаты в жизни каждого человека. Каждый служитель в меру своего развития и понимания христианского опыта, переживания Бога, он имеет свои развитые стороны и свои слабые стороны. Какой-то служитель, как духовный человек, он очень силен, но в общении он слаб. То-то наоборот, в общении с ним просто приятно быть и общаться. Но когда вопрос приходит к тому, что сесть и открыть Писание и изъяснить человеку, он в этом оказывается не до конца силен. Поэтому наша задача и цель нашего департамента – помочь служителю в четырех этих главных аспектах быть универсальным. Я не сказал быть профессиональным, но быть универсальным. Чтобы любой человек, попавший на домашнюю группу, он почувствовал прекрасную и приятную атмосферу семьи. Отцовское сердце служителя. Второе, чтобы он понял, что здесь его чему-то научат. Здесь не просто рассуждает о неопределенных темах. Третье, чтобы служитель, он заметил в человеке его способность и дал ему возможность проявить себя. И четвертое, по примеру своего служителя домашней группы, мы хотим, чтобы люди, которые посещают домашние группы, они брали одного, двух, троих человек и начинали им служить, как служил им их служитель. Вот это является нашей главной задачей – помочь служителю быть успешным во всех четырех главных поставленных целях для домашних групп. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok